Как правильно считать деньги и грамотно планировать семейный бюджет, эти и другие вопросы обсуждали в Чебоксарской школе номер 24 на уроках финансовой грамотности. Ученики с интересом слушали профессиональных экспертов и тьютеров, участвовали в викторинах и олимпиадах, а также получали консультации по различным финансовым вопросам. До 31 октября в Чувашии, как и по всей стране, проходит Всероссийская неделя финансовой грамотности. Наряду с алгеброй физика, химии ученики 24-й Чебоксарской школы активно изучают займы, налоги и сбережения. Эксперты отмечают, что школьники знают о деньгах многое, но управлять ими грамотно еще не умеют. Поэтому уже 5 лет проект «Финансовая грамотность» реализуется в школах республики. Уроки финансовой грамотности мы проводим, начиная с 1-го по 11-й класс включительно. Конечно, в первых, в начальной школе эти уроки проходят во внеурочной части. Ребята выходят на экскурсии, ребята с учителями вместе изучают азы финансовой грамотности. А вот уже в 10-м классе этот предмет у нас имеется даже в учебном плане. На уроке в 10-м классе ученики ищут ответ на вопрос, куда уходят деньги. Тема занятия – накопление и сбережение. Казалось бы, детям рано браться за решение таких задач, но специалисты отмечают, что повышать уровень своих знаний в сфере финансов необходимо заранее. Для Ивана Леонтьева такие уроки очень важны. Юноша уже определился с выбором профессии и активно изучает азы грамотного управления и распоряжения своими личными финансами. Узнал, что в своем портфеле нужно иметь несколько инструментов. Также про инвестирование, банковские депозиты. Меня заинтересовала довольно-таки эта тема. И в дальнейшем, в будущем хочу тоже вплотную заняться инвестированием. В связи с неблагоприятной ПИД-обстановкой в этом году, многие лекции проходят в формате онлайн для всех желающих. А в городские и районы школы республики, чтобы провести уроки по финансовым темам, выезжает мобильная группа экспертов, соблюдая все требования Роспотребнадзора. Мы обучаем, как правильно анализировать рынок, как правильно вести бюджет, как ставить теле, как составлять финансовый план. Я считаю, это так здорово, когда, например, дети, уже выходя со школы, будут иметь свой финансовый план на 10, на 20, 30 лет вперед. Специалисты отмечают, что Всероссийская неделя финансовой грамотности поможет школьникам, студентам и людям разного возраста получить актуальную информацию, необходимую для грамотного решения финансовых вопросов. Елена Михайлова, Алиса Александрова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.